Друзья, приветствую всех вас на канале Путь Инвестора. С вами, как обычно, Артем на канале простым языком рассказываю о сложном мире инвестиций. На прошлой неделе произошли важные события, нам надо их проанализировать, потому что они могут повлиять на наше будущее. В ролике обсудим и курс рубля, и ключевую ставку, и отчеты российских компаний. Будет насыщенный и полезный ролик, впрочем, как обычно. Поэтому обязательно ставьте лайк авансом этому ролику, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики и всем желаю приятного просмотра. Ну а начнем мы, конечно, с главной новости прошлой недели. Это с курса рубля. В моменте за 1 доллар давали почти 115 рублей. Потом произошел небольшой откат, и ситуация стабилизировалась. И на 30-е и 11-е за 1 доллар сейчас ЦБ установил официальный курс 107,7 рубля за американский доллар. С начала года российская валюта вошла в топ-5 худших валют по отношению к американскому доллару. Хуже всех себя чувствует бразильский реал, он потерял 20% с начала года. Потом аргентинский пес идет, потом мексиканский пес, а вот наш российский рубль. Немного опережает турецкую лиру. Вот они, 5 самых главных аутсайдеров по отношению к американскому доллару, имею в виду валюты. Из-за чего произошел этот форменный разгром на нашем валютном рынке? Конечно же, это произошло из-за санкций Соединенных Штатов. Уходящая администрация в лице Джоа Байдена, к сожалению, портит жизнь, продолжает нам портить жизнь. И ввели они санкции против Газпромбанка. Это последнее крупное финансовое учреждение, освобожденное от санкций и осуществляющее платежи за российский газ. Сейчас ударили по больному, в моменте рубль упал сразу на 8% 21 ноября. Также были санкции против 50 российских банков. То есть, они и без того нашу валютную систему добивают, скажем так. Она и так пребывает в нокдауне, к сожалению. Кто-то говорит, санкции не работают. Здесь как раз-таки виден эффект санкций, как говорится, налицо. Это были санкции на НРД, на НКЦ, на московскую биржу, на многие банки. И результат, повторю, он налицо. Банк России ситуацию стабилизировал. Тут вот зампред ЦБ Филипп Габуни на пресс-конференции заявил, что в настоящий момент ЦБ не видит угроз финансовой стабильности. Я на самом деле здесь с ними согласен. Тем более у ЦБ есть все инструменты для стабилизации ситуации. В первую очередь, они приняли решение с 27 ноября до конца года не зеркалировать на внутреннем валютном рынке покупки Минфина в рамках бюджетного правила, чтобы не усугубить ситуацию. Это 4,2 миллиарда рублей в день. Скажем так, это такая небольшая мера. У них есть самый главный инструмент. Это нормативы продажи экспортной выручки регулировать. Они недавно снизили до 25%, могут поднять, к примеру, до 50%. И это сразу приведет к укреплению рубля. Пока они этого не делают, что, повторю, говорит мне о том, что действительно на данный момент нет угроз именно финансовой стабильности. То есть, эта ситуация, которая сейчас произошла, она, скажем так, откатится. То есть, я ожидаю в ближайшее время некого укрепления рубля. Потому что еще каких-то других ударов санкционных я не ожидаю. Ну, кроме, конечно, только геополитика может, скажем так, многое изменить. Вот таких закатов, которые были у нас в 2007 году, нам, к сожалению, больше не видать. Это реалии нашей жизни. Как говорится, никто никогда не вернется в 2007 год. Я могу вам сказать только одно. Никто никогда не вернется в 2007 год. Так, друзья, санкциями понятно. Это главная причина обвала рубля на прошлой неделе. Но надо также понимать, что это общая тенденция по отношению к развивающимся валютам. Я имею в виду ослабление по отношению к доллару. Посмотрите на этот график DXY. Это доллар к корзине валют. Он в последнее время демонстрировал свою силу. Здесь только небольшая коррекция произошла на прошлой неделе. В том числе доллар стал укрепляться на приходе Трампа. Ну и смотрите, у нас бразильский реал достиг самых слабых уровней со времен распродажи, вызванной пандемией 2020 года. То есть вот здесь сейчас находится бразильский реал. Что касается турецкой лиры, тут вообще новые минимумы по отношению к доллару. То есть это в целом такая общемировая, скажем так, тенденция. Есть еще альтернативные мнения по поводу ослабления рубля. Сейчас алюминиевые шапочки надеваем. Есть такой канал Фининди Александра Елисеева. Талантливый парень, кстати, рекомендую. В общем, он обнаружил такую информацию и выдвинул такую гипотезу, что недружных нерезидентов массово выпускает из российских акций. То есть он следит там за таблицей, в которой публикуются фрифлоты российских компаний, которые находятся там в заморозке. И, соответственно, он стал замечать, что было в заморозке, допустим, по НЛМК. 60% стало 50%. По МТС было 70%, стало 60%. По Мосбирже было 80%, стало 70%. И так далее. То есть он считает, что это таким образом выпускают у нас нерезидентов, недружесных из российских акций. По предварительной его оценке выпустили на полтриллиона рублей. Конечно, сумма огромная. Верится в это на самом деле с трудом. Однако, есть у нас основания для недоверия некого. Потому что мы знаем, что ЦБ на несколько месяцев прекратил публикацию продаж дружественных нерезидентов. Возобновил только недавно. Вот мы получили данные за октябрь и ноябрь. Получается, на это продажи в октябре минус 10 миллиардов рублей. В сентябре минус 7 миллиардов рублей. А что было вот в этом промежутке, в конце лета там и лета, мы не знаем. Все может быть. Плюс у нас выступал, получается, Владимир Чистюхин. Он заявил, что дело в том, что некоторые дружественные нерезиденты стали использовать обходные схемы. Они покупают российские ценные бумаги у недружественных инвесторов, минуя требования нашего законодательства, потому что это запрещено, чтобы затем продать их на нашем рынке. То есть, в том числе, эти процессы могут повлиять на наш курс. Потому что, в первую очередь, они влияют на наш рынок, потому что акции продаются. И во втором случае, они влияют на курс. Потому что, далее, когда эти акции продаются в рублях, их надо потом, на них надо, на эти рубли купить валюту, например, доллары, и, соответственно, вывести из страны. Это, конечно, влияет на курс негативно. Что касается курса, то прогнозы аналитиков по курсу на конец 2024 года разошлись. Синара предполагает, что это будет 96 рублей, цифра брокер 97 рублей, а Альфа Форекс, например, 115-120 рублей предполагает к концу года. Так что, здесь, как говорится, консенсуса нет. На мой взгляд, важнее всегда смотреть на средний курс, потому что вот эти в моменте колебания, они могут вызваны быть резкими событиями. Например, такие как санкции, то есть резкая реакция. Но если мы посмотрим с вами на средний курс доллара в 2024 году, то за 1 доллар средний курс получается 91,7 рубля. То есть, в целом-то не так критично, если, допустим, сравнивать с 2023 годом, где средний курс был 85 рублей. Например, в 2022 у нас был курс 68, хотя, если мы посмотрим на график, вы вспомните вот это, когда там доходило до 120-130 рублей, при этом средний курс оказался 68. То есть, не все так страшно. Если мы посмотрим изменения по годам, то все не выглядит так критично, как в моменте. На мой взгляд, очень важно для курса рубля будет то, сколько будет стоить российская, точнее, мировые цены на нефть, какие будут. Вот смотрите, бочка в рублях, начиная с 2023 года, плюс-минус стабилизировалась в диапазоне 6-8 тысяч рублей. Сейчас за одну бочку в рублях нефти дают около 7 тысяч рублей. И это стандартные показатели для практически последних там полутора лет. Вот этот график курса рубля к доллару. Смотрите, вот это был всплеск в 2022 году, мощный, на который мы все реагировали, который мы все помним. Потом мы помним рекордное укрепление рубля, а средний курс получается там 62, да, или сколько там было. То есть, не все так печально. Поэтому здесь я ожидаю тенденцию возврата к среднему. То есть, думаю, что нас ждет некое укрепление до конца года. И многое будет зависеть именно от каких-то санкций, от каких-то геополитических процессов, да, позитивных или негативных. Ну и в первую очередь, фундаментально, от мировых цен на нефть. Вот куда надо смотреть. Это североамериканская нефть бренд. То есть, вот она сейчас стоит 72 доллара за бочку. В последнее время здесь наблюдается нисходящая тенденция, к сожалению. Вот у нас был максимум 95, получается там август 23 года. Потом в апреле 24 года 90. Потом в августе это уже 87. Потом в сентябре это 80. И получается, видите, понижательная тенденция идет. И, конечно, это негативно. Чем ниже будут мировые цены на нефть, тем, скорее всего, чтобы компенсировать этот эффект для бюджета, рубль будет слабеть по отношению к доллару. Вот такой мой вывод по текущей ситуации. Друзья, минутка саморекламы. Чтобы получать информацию актуальную онлайн, я рекомендую подписаться на телеграм-канал, который называется Путь Инвестора. На ютубе раз в неделю, а там каждый день даю актуальные комментарии по рынку. Загребенном комментарии. У меня мои подборки обновляемые по лучшим дивидендным акциям, по лучшим растущим акциям. Есть компании антитоп, то есть, которые не надо покупать. Есть компании контрциклы, которые через 2-3 года выстрелят. Есть топ надежных бумаг при высокой ставке ЦБ. Будут еще другие подборки, например, компании, которые выигрывают от ослабления рубля. Сейчас очень актуально. Помимо этого, чтобы держать руку на пульсе, у нас есть новостной канал, российские акции. Есть канал для всех тех, кто любит трейдить. Путь трейдера, там технический анализ и сделки. Инсайдер московской биржи. Это вообще автоматизированный шпион, бот, помощник в телеграм. Я думаю, что на следующей неделе будет крутое обновление. Всем будет очень полезно. Но я от себя рекомендую другого автора на ютубе. Его зовут Кирилл. Он спец по облигациям. В 12.00 он уже выпустил сегодня свой ролик. Обязательно переходите по ссылке и передавайте ему привет от меня. Двигаемся дальше. Продолжается идеальный шторм на нашем рынке. Bloomberg считает, что падение рубля вынудит Банк России повысить ставку сильнее. Например, до 25% уже 20 декабря. Это прямо с 21% очень мощно. Альфа-банк считает, что сценарий повышения ключевой ставки ЦБ до 25% становится весьма вероятным. Сильная девальвация будет транслироваться в рост инфляции. Поэтому мы считаем, что у Банка России практически не остается вариантов, кроме как пойти на новое повышение ключевой ставки до 22-23% заявляет нам Финам. То есть консенсус на рынке такой, что ставку поднимут на 100 или 200 базисных пунктов как минимум уже 20 декабря. То есть совсем скоро в этом месяце у нас на дворе декабрь. Также у нас пришли негативные данные о том, что инфляция безработица в октябре снизилась с 2-4 до 2,3%. И это вообще рекорд. То есть рынок труда раскален до бела. ЦБ смотрит за этим показателем. И конечно вот эти данные, они негативны для решения по ставке. То есть провоцируют повышение ключевой ставки. При этом Тримасов сообщает, что ЦБ будет рассматривать повышение ключевой ставки в декабре, но решение не предопределено. Для восстановления ценовой стабильности потребуется длительный период жесткой ДКП, заявляет советник главы ЦБ Тримасов. Инфляция по итогам 2024 года стремится к верхней границе прогноза 8,5%. Не исключено повышение, заявляет тот же Тримасов. Из положительного удалось ЦБ снизить объем критования физических лиц в октябре 2024 года. Смотрите, минус 43, минус 50% это общие кредиты, ипотечные кредиты, автокредиты. То есть серьезно они, скажем так, с физиками поработали. Это хорошо. Но с корпоратами, к сожалению, нет. Там нет замедления. И это негативный момент. Что касается потребительских цен, то третью неделю подряд инфляция держится выше прошлогодней. Это вот оранжевая линия 2024 года по сравнению с 2023 года. Чтобы годовая инфляция снижалась, это должно быть наоборот. Вот мы видим вот этот вот участок, видим, что он, скажем так, выше, чем та инфляция, которая была у нас год назад. А она у нас год назад в этот момент как раз-таки разгонялась. Поэтому это тоже негативно. Недельные данные негативны. Что касается индекса RGBI, индекса государственных облигаций, то вот у нас психологический уровень есть. Ну, не психологический уровень, а есть уровень у нас в районе 98 пунктов. Мы в моменте уходили ниже, потом вернулись. Вот сейчас мы приходим здесь вот по техническому анализу, если смотреть, хотя многие не верят в технический анализ. Другие не верят в технический анализ на RGBI отдельно. Но, тем не менее, здесь может быть вот такое движение, либо это, скажем так, мы возвращаемся обратно и продолжаем погружение. Следующее заседание у нас 20 декабря. И здесь будет видно, что сейчас рынок закладывает. Повторю вам, что рынок сейчас закладывает 22-23. Вот где-то вот здесь вот консенсус сейчас рынка. То есть идеальный шторм на нашем рынке продолжается, у нас санкции, у нас геополитика, у нас темпы роста инфляции недельные высокие, у нас раскален рынок труда, у нас до сих пор не побежден корпоративный кредит. То есть все еще корпораты продолжают брать кредиты, их не останавливает даже такая высокая ставка. То есть пока какими-то положительными новостями, к сожалению, вас обрадовать здесь не могу. Друзья, перед тем, как мы перейдем к российским акциям, огромная просьба для всех, кто еще этого не сделал. Поставьте лайк этому ролику, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых роликах. Ну и конечно подпишитесь на канал и напишите комментарий в поддержку, если еще не приходит в голову. Посмотрите, что пишут другие и вы узнаете, какой он мой любимый комментарий. Обязательно досмотрите этот ролик до конца, потому что в конце будет полезная информация о тех компаниях, которые выигрывают от ослабления рубля и выиграют от ключевой ставки. Также в конце ролика я расскажу о своем портфеле, об общем портфеле и о тех ошибках, которые на данный момент я допустил. Я сделал такой небольшой анализ, поэтому смотрите ролик до конца. Итак, погнали. На графике индекс московской биржи. Получается, в моменте мы дошли до уровня коррекции FIBA 62%. Здесь коррекция, как вы видите, остановилась. Это было локальное дно этого года, после чего последовал вот такой вот хороший откуп. Примерно то же самое у нас было 2 сентября. Тоже был хороший откуп от дна от 2 500. После чего мы получили там 3 недели очень хорошего роста. Возможно сейчас повторится то же самое, потому что мы закрылись опять-таки выше этого психологического уровня 2500 пунктов. С начала года в плюсе, если мы посмотрим на индекс, всего несколько компаний, правда некоторые сильно прибавили. Аэрофлот плюс 48%, Банк Санкт-Петербург плюс 48%, Полюс 32%, Озон 4,6%, Сургут, Прев 3,3%, Русал 1,9%, Лукоил 1,8%. Дальше тут уже Мосбиржа с начала года потеряла 2,5%. Если мы посмотрим на итоги месяца, имею ввиду лидеров роста и падения, кстати вот этот график, он прям онлайн в любой момент торгов доступен в инсайдере Московской биржи. Просто заходите туда и вы сразу увидите лидеров роста и падения. Очень удобно. Итак, на первом месте МКБ прибавил за месяц 31%. Далее, ФосАгро и Норникель. Дозначно интересно, лично для меня было увидеть эти две компании среди лидеров роста. Я вот до сих пор анализирую, думаю, что это, связано ли это с ослаблением рубля, потому что эти компании достаточно сильно выиграют от ослабления. Но правда здесь нет некоторых других компаний, которые тоже выиграют от ослабления, например той же Ауроса нет. Если мы посмотрим на аутсайдеров, здесь у нас самолет, Диасофт, вот Диасофт, мне кажется, здесь либо какой-то инсайт, то есть какая-то информация негативная, скоро мы о ней узнаем. Потому что на отчете не могла компания так сильно упасть, отчет не такой плохой и Диасофт это та компания, у которой вообще там долгов нет. Ну и остальные аутсайдеры на вашем экране. Теперь далее, галопом по Европам прям пойдем по отчетам компаний, по интересной информации по компаниям. Начнем с транснефти, которая многим интересна. Знаем, что форменный разгром учинили акциям, учинил Минфин своим увеличением ставки на налог на прибыль до 40% для этой монополии. Уже некоторые аналитики, в том числе Сберси и Би, снижают оценку справедливой стоимости. Сберси и Би снизили с 2.350 до 1.500. Прогнозируют они дивиденд по итогам года 145 рублей, доходность в текущей цене около 14%. Сама транснефть тоже расстроила. Заявила, что не будет публиковать отчет по МСФО за 9 месяцев 2024 года. На этих новостях еще сильнее мы тут вниз ушли. Пока по транснефти ничего хорошего не могу сказать. Но, однако, тут появилась одна информация, опять-таки, для тех, кто верит. Транснефть предупредила о риске дефицита ликвидности. Написали они письмо, попросили поддержки у вице-премьера Александра Новака, соответственно, с просьбой проиндексировать тарифы на транспортировку нефти на 8,7% дополнительно. Ну, конечно, если это все согласуют, это будет очень круто, и котировки отреагируют. Но пока это просто письмо, и мы не понимаем, какая будет на него реакция. ВУШ опубликовал финансовые результаты за 9 месяцев 2024 года. На самом деле, результаты неплохие. И выручка выросла, и беда, и чистая прибыль. Правда, чистая прибыль под давлением. Здесь влияют, конечно, процентные расходы. ВУШ была компания достаточно закредитована. Однако, в последнее время они сократили долг, и это достаточно неплохо. Сейчас компания лежит на дне котировки. И вот я здесь попытался такой примитивный анализ сделать по графику. Дно в прошлом году. Мы знаем, что компания просто сезонно работает. То есть, зимой практически не получает денег. Мы знаем, что сезон у нее летом. Так вот, дно в прошлом году было 11 декабря в котировках. Сейчас у нас дно было 127 рублей. Это уже практически ниже IPO. И здесь получается, сейчас у нас 1 декабря. То есть, возможно, где-то дно рядом. И может быть, по крайней мере, хочется на это надеяться. Потому что компания на 5% у меня есть в моем портфеле. Хотелось бы увидеть вот такой вот быч рынок, конкретно в этой бумаге, к началу сезона. Посмотрим, что будет. Конечно, ситуация совершенно другая. Не такая, как была в 2023 году. Дальше у нас на очереди Т-банк, который отчитался. Здесь на самом деле все очень неплохо. Мы видим, что они начали интеграцию Росбанка. В сентябре у них уже неплохой ROI. Сентябрьский ROI, объединенный с Росбанком, составил 32%. Некоторые переживали, что он может упасть. Потому что просто у Росбанка эффективность гораздо ниже. 15,9%. Но мы видим, что в объединенной структуре удается поддерживать высокую рентабельность бизнеса. То есть, высокую эффективность бизнеса. Очень сильно выросла прибыль. Ну, здесь понятно, здесь эффект уже Росбанка наблюдается. Без эффекта Росбанка сам просто тенек растет на 31% по прибыли год к году. Что тоже очень неплохо получается второй по показателям роста прибыли после Банка Санкт-Петербург. Магнит объявил дивиденды. Аналитики ожидали гораздо меньшую цифру. Но в итоге 560 рублей и 12,4% дивдохода на текущей цене. Вот у нас здесь акции кольнули. Психологический уровень 4 тысячи. Но на новостях, получается, мы откупили. Достаточно неплохой рост продемонстрировала котировка. 6% на этих новостях Магнит прибавил. Я его не держу в портфеле. Я все жду, когда начнет торговаться X5. Магнит, на мой взгляд, все-таки менее качественная компания. Хотя за 4 тысячи рублей это уже достаточно интересный бизнес. Также у нас отчиталась Роснефть за 9 месяцев 2024 года. Здесь что из интересного? Ну, если вспоминать прошлый год, то третий квартал 2023 года был очень удачный. У всех российских нефтяников в этом году, конечно, ситуация похуже. И вот здесь вот Сечин, скажем так, жалуется на то, что постоянное изменение системы налогоположения негативно сказывается на деятельности отрасли. Отрицательно влияет повышение ставки на налог на прибыль. Также следствием повышения ключевой ставки стало снижение эффективности проектов модернизации НПЗ. Ну, то есть, на самом деле, в целом тут ничего хорошего нет. Ну, и ничего прям супер плохого нет. Дивиденды они объявили за полгода, на самом деле, 36 рублей. Это дивдоходность 7,6%. А отдельно за третий квартал, Олег Кузьмичев подсчитал, дивдоходность 7,2 рубля. И, конечно, это уже гораздо более скромная дивидендная доходность, чем в первой половине года. Также у нас сочетался «Газпром» за 9 месяцев 2024 года, выручка плюс 20%, прибыль выросла в 2,5 раза, EBITDA выросла на 23%. Получается, что здесь из интересного? Показатель чистой долги EBITDA составил 2,46. При выше 2,5 компания не обязана платить 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Но здесь, как говорится, даже если они войдут в этот показатель, не факт, что дивиденды будут выплачены. Потому что долговая нагрузка у «Газпрома», на мой взгляд, все еще высокая. По крайней мере, номинально долг, он очень большой. Я считаю, что выплата дивидендов в текущей ситуации, она маловероятна. И, более того, она даже не целесообразна. Теперь, друзья, как и обещал, расскажу вам о тех компаниях, которые, по мнению БКС, это я у них эту табличку подсмотрел, выиграют от девальвации рубля и от роста ставок. Здесь у нас топовые компании, которые выиграют от девальвации рубля. Видно, что это Русал, что это Многострадальный Мечил, что это Фосагра, что это Алроса и некоторые другие компании. Ну, а от роста ставок у нас видно, что очень сильно выигрывает Московская биржа. При этом, если мы посмотрим на, скажем так, обратный график, да, тех компаний, которые проигрывают от повышения роста ставок и от девальвации рубля, то здесь, в основном, конечно, страдают компании, по большей части сейчас, от роста ставок. Здесь у нас и Ростелеком, и Дилимобиль, и МТС, и Совкомбанк, и ТМК, ЛСР, Эталон, ВТБ, Евротранс, Сбер и некоторые другие компании. Друзья, ну и в конце я закончу все своим портфелем. Подбил я все свои ликвидные активы в один портфель. Вот он на ваших экранах. Здесь у меня из интересного, да, что акцию у меня составляют в портфеле сейчас 32%, кэш 19%, но не весь он сейчас доступен. Не буду рассказывать, почему, может потом в другой раз. Вот, 26-238, самый дальний ОФЗ, 16,6%. Также у меня есть десятилетки, есть у меня восьмилетки. И вот от пяти лет у меня тоже вот здесь вот такой сектор. 26-242, 26-27, 26-229, тоже ОФЗшки. И золото 3,7%. Вот какая моя ошибка. Я на текущей девальвации особо не заработал. Почему? Потому что раньше у меня были замещайки, примерно около 20% у меня было замещайок. Но после санкций на московскую биржу я от них избавился, потому что они начали там очень сильно дешеветь. И я, соответственно, перешел в золото. Мне казалось, это более спокойная ситуация. Но в золото купил я мало, всего 3,7%. И, соответственно, вот эта девальвация, которая сейчас прошла, на ней особо заработать не удалось. И вообще, я считаю, что в портфеле, в современном портфеле российского инвестора должна быть валютная составляющая. И, на мой взгляд, она должна быть минимум 20%. То есть, я об этом часто рассказываю о своем портфеле. Перед вот этим событием, да, санкции, которые произошли у нас на Газпромбанк, за чего произошла девальвация рубля. Вот именно к этой позиции, к этому событию, точнее, я был не готов. Вот я считаю, что это моя ошибка. Поэтому не повторяйте моих ошибок. Рассмотрите себе вот этот вопрос, поставьте его ребром о том, чтобы у вас в портфеле должны находиться валютная составляющая какая-то, чтобы быть защищенным от такой девальвации. Потому что придет еще какая-то геополитическая новость. И действительно не исключено, что рубль может улететь и на 120, и на 130, и на 150. Там, как говорится, потолка нет или дна нет. Друзья, примерно вот такие мысли. Обязательно напишите в комментариях, сколько у вас процентов в портфеле составляет какие-то валютные активы. Тут это могут быть замещающие облигации, это может быть золото, это может быть просто валюта, в конце концов. Друзья, если ролик был вам полезен, обязательно поставьте лайк, обязательно пишите комментарий в поддержку, подписывайтесь в мой телеграм-канал, где актуальная информация выходит каждый день. Информация там очень полезная и, повторю, очень актуальная. Дай у меня на сегодня все. Все, что я сегодня сказал, не является никакой инвестиционной рекомендацией. Это только мои мысли. Ну и в конце, как обычно, лайк этому ролику обязательно. Всем желаю хорошего настроения, всем пока.